В мире, где клятвы не стоят вообще ничего, где обязательство пустой звук, было бы славно устроить так, чтобы слова обрели былое значение и мощь. Здравствуйте, в эфире программа «Все по делу», где мы поднимаем актуальные темы общественно-политической обстановки в стране и мире. Как всегда, опираюсь только на факты. Ядерное оружие в Беларуси – самая обсуждаемая тема последней недели. В интернете появилось немало вбросов и реакций на возможное размещение российского тактического оружия на территории Беларуси. Давайте разбираться, что, почему и по каким причинам. Причина первая и самая весомая – политическое, экономическое и информационное давление со страны США и Европейского Союза. Вторая причина – нарушение западными соседями обещания не размещать ядерное оружие вблизи нашей страны. Ряд европейских стран это оружие имеет. И совсем недавнее заявление наших ближайших соседей с просьбой разместить при помощи Северо-Азлантического блока такое оружие на территории Польши. Этим самым мы дадим понять нашим визави с западной стороны о том, что наш народ, наше государство, наше правительство, наш президент сделает все, чтобы обеспечить мир и спокойствие на нашей территории. Этот тактический шаг белорусского государства называют «мягкой силой». Только вдумайтесь, Соединенные Штаты Америки держат 150 тактических авиабомб на шести собственных военных базах в пяти государствах Европы – Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турция, которые также, как и Беларусь, подписали договор о нераспространении ядерного оружия. На некоторых псевдонезависимых информационных источниках Беларусь окрестили кремлевской заложницей. Что в корне не так. О размещении ядерного оружия предупреждал президент в 2021 году и повторял в июле 2022. А он слово держит и действует самостоятельно в интересах независимости государства. Они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу так, знаете, по-деревенски мгновенно отмахнуться, и они пытаются меня дергать за живое. Да там Лукашенко уже этого нет. Он не принимает решения, запомните. Ни один шаг в Беларуси, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Лукашенко. Без гармошки, ушанки и валенок зрителям и спортсменам запретили использовать такую атрибутику на соревнованиях. Таковы условия Международного Олимпийского комитета для возвращения российских спортсменов в мировой спорт. Белорусских это тоже касается. Есть один нюанс. Представителями наших стран их едва можно будет назвать. Флаги нейтральные, гимны запрещены. Вовсе. И никаких команд только индивидуальные атлеты. Возможность допуска лишь ложка меда в бездонной бочке дегтя. Мы считаем, что данный критерий закладывает основу внутреннего конфликта в российском спорте. Имеет прямую цель внести раскол в сообщества российских спортсменов. Разделить их на допустимых и остальных. Уже не только по национальному признаку. Нанести урон спортивной отрасли России в целом. И даже таких железных рамок некоторым в Евросоюзе мало. Премьер-министр Польши написал, что сама возможность допуска наших спортсменов нарушает спортивный дух. Очень интересно, каким боком политика стала частью этого духа. Налицо полная и неприемлемая подмена понятий. Параметры и критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы. Нейтральный статус — это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина. И о погоде. Когда в Беларуси бушевал циклон, на трассе М7 не разъехались туристический автобус «Минск-Вильнюс» и снегоуборочная техника. 42 пассажира и водитель оказались в кювете. К счастью, никто не пострадал. Провести комфортное время, пока вытягивали автобус, интуристам помогли сотрудники ГАИ. Организовали комфортный автобус, кстати, белорусского производства. И предложили горячий чай и кофе. А ведь жестокостью белорусских силовиков под влиянием диктатора граждан Прибалтики постоянно пугают их политические деятели. Радушие и гостеприимство творят чудеса. И так относятся к каждому туристу в мирной Беларуси, где стараются делать все по делу и чести, несмотря на разногласия.